Дважды в неделю они собираются вместе, чтобы разобраться в вопросах экономики. И так с января по май. Учащиеся восьмых-десятых социально-экономических классов самарских школ грызут гранит непростой науки. И каждый месяц, чтобы закрепить полученные знания, участвуют в тренингах, квизах и квестах. Один из которых подготовили сотрудники Центробанка России при поддержке администрации города и Самарского университета. Задача организаторов – сориентировать будущих абитурентов в выборе профессии, да и просто научить финансовой грамотности. Это очень большой вклад, на самом деле, в личностное развитие, потому что, как показывает опыт, не только у школьников, но и в целом у населения, западает финансовая грамотность. Свидетельство тому неумение соотносить доход с расходом, да, поэтому мы берем кредиты дополнительные какие-то, непонимание, как заработать на собственную пенсию, как ее формировать. Ученица 10 класса Аиша Бурзуева говорит, мечтает стать адвокатом или прокурором, а для этого нужно разбираться в вопросах экономики и права. Экономика – это часть нашей жизни, и я считаю, что важно разбираться в этой теме. Да, конечно, есть люди, которым это дается сложно, но если разобраться и найти человека, который сможет все это разъяснить более простым языком, то это вполне возможно. Даниил Саркисьян с вузом пока не определился, но уже решил, что будет поступать на факультет менеджмента. Говорит, экономические знания и в обычной жизни не помешают. Вот даже можно взять поход в магазин. Обычный человек, ну самый обыкновенный, зайдет в магазин и просто накупит чего-то бесполезного, чего-то ненужного для себя. А человек, у которого есть экономический такой склад ума, если так можно выразиться, он сделает какой-то список себе, посмотрит какие-то скидки или что-то такое. Летом участников проекта ждет профильный заезд в лагерь. Кроме того, по окончании обучения ребятам выдадут сертификат, который даст возможность трудоустроиться на каникулах помощникам специалиста. Вакансии предоставит партнер проекта молодежный центр «Самарский». Виктория Шарая, Григорий Плешаков, события.